Сергей Александрович, почему Вы сегодня здесь? Сергей Александрович, у Вас написано, что председатель Следственного комитета России Бастрыкин вор. Почему? Почему? Вор стоит в кавычках, потому что вор это укравший деньги, какие-то имущественные ценности. Господин Бастрыкин в кавычках вор, потому что он украл права граждан на восстановление нарушенных прав. А именно, сегодня 7 абзац пункта 21 инструкции господина Бастрыкина на нормативный правовой акт, приказ номер 13 от 5 марта 2012 года, которым он сказал. «Дорогие граждане, если Вы хотите, чтобы я зарегистрировал заявление в книге учета сообщений о преступлениях на судей, то Вы не должны подавать касационные, апелляционные и надзорные жалобы. Более того, Вы в них не должны указывать об этих нарушениях. Если Вы укажете о них, и суд сделает выводы, даже, что данное решение приговора или иной судебный акт является неправосудными, такие заявления регистрироваться не будут». Как сообщение о преступлении, одним словом, господин Бастрыкин узаконил коррупцию в органах судебной власти. И теперь должностные лица, и теперь судьи не несут никакой уголовной ответственности за все должностные преступления, в том числе и за взятку получается. К чему это может привести или уже привело? Это уже приводит, а приведет в ближайшем будущем вообще к хаосу права по одной простой причине, что сегодня судьи вообще априори не подлежат уголовной ответственности ни за какие должностные преступления, по воле просто следователя Следственного комитета. То есть, если у нас всегда в России судьи выносили периодически незаконные решения, приговоры, иные судебные акты, бывало такое, это были единичные случаи, это происходило, то сегодня эта процедура, она узаконена. Сегодня судьи вообще могут не нести по воле, я еще раз говорю, следователей, Следственного комитета Российской Федерации, уголовной ответственности за должностные преступления. Сергей Александрович, ну может быть это нормально? Вы вспомните первый указ Владимира Путина, который фактически освободил от всякой ответственности Бориса Ельцина. Если чиновнику номер один в стране можно, то почему нельзя другим чиновникам? Я абсолютно с вами могу согласиться с этим парадоксом в российском праве. У нас господин президент сегодня приручил полностью судебную власть. Он ее купил данной безответственностью, узаконенной господином Бастрыкиным, так как я непосредственно президенту неоднократно об этом писал свои обращения. Ответ был? Ни одного ответа нету. Более того, если я трижды требовал от генеральной прокуратуры, в соответствии с законом 172 о проведении антикоррупционной экспертизы в Российской Федерации, провести антикоррупционную экспертизу указанных мной незаконных положений антикоррупционных, то мне трижды генеральная прокуратура возвращает весь материал. Я трижды подавал в Басманный суд на оспаривание данного нормативного правового акта в части абзаца 7, ранее абзаца 2, которым вообще была узаконена коррупция среди всех должностных лиц органов государственной власти. Мне трижды судья Курносова, которая в первом случае также признала законным абзац 2, но Бастрыкин признал ее решение незаконным, потому что 5 марта этого года отменил сам свой абзац, изменил его и вставил отсутствующую в нем правовую фразу, конкретные данные о признаках преступления, которая имеет отношение к части 2 ст. 140 УПК РФ, это основание для возбуждения уголовного дела. Ранее господин Бастрыкин с 3 мая 2011 года взял и убрал ее из своей инструкции, тем самым полностью создав коррупционный документ, узаконивающий коррупцию в органы государственной власти среди должностных лиц. Сергей Александрович, а что делать обычному гражданину, который теперь благодаря вам в том числе знает, что у нас полное беззаконие в стране, что делать простому человеку? Люди уже делают, эти граждане выходят на марши миллионов, на митинги миллионов и правильно делают. Другое дело, другое дело, что они знают, они выходят, вот многие говорят сейчас, вот выходят за деньги. Нет, дорогие граждане, на марши миллионов выходят в основном граждане, которые пострадали от этой коррупционной государственной власти. При этом, они знают, что их права нарушены, но они не понимают чем, не понимают почему и на основании чего. Они не могут сформулировать свои, вот то, чем их права нарушены. Я просто хочу показать гражданам, что их права нарушены простым нормативно-правовым актом, изменившим Конституцию Российской Федерации и Законодательство Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовный кодекс Российской Федерации, господина, председателя Следственного комитета Российской Федерации, государственного преступника Бастрыкина Александра Ивановича. Но ведь это невозможно, ведь Конституция основной закон страны. Как можно каким-то подзаконным актом изменить Конституцию? А неужели у нас неизвестно, что в нашей стране президент пользуется первоочередным правом изменения любого положения Конституции Российской Федерации? Как ему вздумается? Ведь это происходит везде и вся. Федеральный закон 54-й, по которому я сейчас здесь стою, в одиночном пикетировании, взяли и сделали из уведомительного характера, который присутствовал до 8 июня этого года, сделали согласовательный характер, что четко занесено уже в части 2.1 статьи 8 Федерального закона 54-го, что именно согласовательный характер публичного мероприятия, что противоречит демократической основе государства. То есть, если я захочу пикетировать или выходить на митинг по Конституции, это мои действия будут противоречить федеральному закону? Если они не будут согласованы, то, естественно, то есть у нас был радиоуведомительный характер. Гражданин принес уведомление и может проводить публичные мероприятия в незапрещенном законом, прямо незапрещенном законом месте. Ему и это его право никто не может у него отнять. Он может выразить. Другое дело. Единственное, что нельзя произвести публичное мероприятие на площади 1000 квадратных метров, например, количеством 100 тысяч участников, потому что норма предельной заполняемости установлена законом города Москвы о публичных мероприятиях и 54-й федеральным законом непосредственно о публичных мероприятиях 2 человека на 1 квадратный метр. Другого понятия просто нет. И если 2 человека на 1 квадратный метр вмещаются без помех для транспорта и пешеходов, то никто не имеет права запретить проведению публичного мероприятия. Сегодня закон устроен таким образом, что вот здесь я прошу, вот на этом месте ширина тротуара 7 метров, со стороны проезжей части автомобильная парковка транспорту не мешает, проходу пешеходов не мешает. 2 человека на 20 минут. Сейчас я уже подал уведомление, вчера, на 15 минут всего. Причем решением Бутырского районного суда города Москвы. У нас господин президент, что Путин, что до этого Медведев Дмитрий Анатольевич, во всеуслышание заявляют, все должно быть в России по закону, все по решению суда, все на откуп суда. Так вот, решением Бутырского районного суда города Москвы от 26 апреля 2012 года по гражданскому делу 2261 дробь 12 судом, судьей Дудкиным, АЮ, установлено, что на данной территории перед администрацией президента пикетировать коллективно можно, но исполнительная власть, покрываемая прокуратурой и Следственным комитетом Российской Федерации, покрываемая администрацией президента, куда я написал уже десятки жалоб, просто-напросто отказывает мне в согласовании пикетирования двумя человеками, причем это инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, двумя человеками, всего в течение 15 минут. Ну вот мы с вами 15 минут поговорили, будем считать, что мы с вами провели двойной пикет.